МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, это Восточный экспресс и вот его некоторые остановки. Четверо детей пострадали в пожаре, из-за чего загорелся многоквартирный дом. Установлен пост контроля за гражданами. Прибывающих в Бурятию снова будут проверять, каким гостям не доверяют. С волками жить, помолчь и быть. Для одних норма, для других привычка. Откуда агрессия? В рядах стражей порядка. По кислотности однозначно хорошее молоко. Проверяем молоко. В селе Тетрапаки полезны для здоровья. И начнем с происшествия. Четверо детей пострадали во время пожара. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме неподалеку от железнодорожной станции. Кто помог детям и как они себя чувствуют? С места событий. Саюна Бухаева. Возгорание произошло сегодня утром в частном доме на станции Дивизионной. В этой части здания на момент пожара находились четверо детей. И к их счастью, недалеко были военнослужащие. Они смогли вынести из огня троих детей 14, 12 и 2 лет. А шестилетней девочке им помочь не удалось. Здесь уже приехали на помощь пожарные. В тушении участвовали 4 единицы основной техники, 17 человек личного состава. Задействован пожарный поезд. Грузили технику, загоняли, увидели дым, услышали крик, прибежали, разбили окно. Вытащили двоих детей. Потом я залез в окно, нашел еще одного маленького. Мы вдвоем с Александром побежали к окну. Я хотел сломать его кулаком. Взял камень, камнем разбил окно. И девочка уже задыхалась. Передаю Александру и вторую. Девочку мы тоже берем. Самое главное, что мы среагировали быстро. У нее было двое детей. А вот эти двое чужих, видимо, они утром пришли. Четвертого вытащил пожарника. Она уже была без сознания. Вы сейчас не спрашивали у матери. Она ушла где? Она пьяная была с утра. Даже скоро ее брать не хотела. Вы знаете, какое состояние у детей? Нет, конечно. Почему? Это получается сожитель или отец? Сожитель, не отец, да, детей? Не знаю, не отец. Наверное, компоненты, бутылки или как-то. На момент пожара вы где были? Мы были дома. Дочка приезжает, говорит, мы горим. Мы выскочили, горит вся веранда. Пожилым соседям уже выделили маневренное жилье. Сейчас ехались все родственники. Помогают вынести мебель. Также жители поселка станции Дивизионы организовали сбор средств. Мы всегда нашим дивизионским помогаем. У нас всегда отработано все. Есть сборы, есть помощь, вещей и так далее. По данным МЧС, они рассматривают три версии пожара, неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и детская шалость. Что касается детей, двое из них находятся в реанимации. Это дети 6 и 11 лет. Это и, по словам врача, у них положительная динамика. У них диагноз острое отравление угарным газом. У 11-летнего резаная рана, стекло, видимо, повредило. Там наши травматологи съездили, оказали помощь, первичную хирургическую обработку ран. У маленького ребенка тоже небольшая рана у нас опять. По словам местных жителей, мать пострадавших детей 2 и 6 лет находится в больнице. Информации по другим родителям пока никакой нет. Саюна Бухаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Третий день подряд в Бурятии умирают пациенты с коронавирусом. Накануне скончалась 69-летняя пациентка из-за проблем с сердцем. Это 27-й летальный случай в республике с начала эпидемии. При этом ситуация по заражаемости стабилизировалась уже три недели, не больше 50 случаев в день. Однако оперативный штаб по борьбе с пандемией принял решение возобновить контроль за приезжающими в республику. Пост открыли накануне на границе с Иркутской областью. Почему пришли к такому решению и где водители теперь ждет проверка, знает Сергей Смоленинов. Цифры всегда красноречивей слов. Иркутская область входит в лидирующую десятку по коронавирусу в стране. Бурятия же на скромном 59-м месте. У соседей случаев в три раза больше. Общее число смертей превысило сотню. Суточный прирост не опускается ниже 200 уже вторую неделю. Прямо сейчас в Иркутской области болеет людей больше, чем у нас вообще заразилась. Отсюда и реакция. 9 июля решением республиканского оперативного штаба на въезде в город Северобайкальск установлен пост контроля за гражданами, который прибывает из Иркутской области. Пост установлен в связи со сложной ситуацией по коронавирусу на севере Иркутской области. В подтверждение этих слов должна работать карта распространения вируса у соседей. Но в граничащих Севербайкальском районах ситуация далеко не критичная. Куда сложнее она в самом Иркутске, где болеет 2500 человек. Ситуация с социальной дистанцией и с масками у нас тоже довольно сложная. У людей началось уже такое отторжение на самом деле к коронавирусу, к принятию этого заболевания. Поэтому я думаю, что в ближайшее время в Иркутской области понижение числа больных, наверное, наблюдать нам не придется. Потому что все-таки лето отпусков, лето очень активного общения. Между тем, на прошлой неделе все посты контроля на дорогах республики закрыли. До прошлой недели работали точки в Выдрино и Кабанском районе. А там внушительный поток машин из Иркутска. Сейчас тех, кто приехал в республику из других регионов, не тестируют и не изолируют. Но... Речь идет о новой волне ограничения. Ну, медики говорят о том, что, возможно, вторая волна пандемии. Мы-то хотим себе, конечно, лучше надеяться. В общем-то, ну, если будет, то тогда придется вводить. Сергей Смолинов, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». Линейки все-таки будут. Вчерашняя фраза министра образования России о другом формате Дня знаний подняла бурю родительского негодования в соцсетях. В министерстве поспешили успокоить. Линейки 1 сентября не отменят. При этом в Министерстве образования все же отметили, что проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки в регионе. К другим темам. Следственный комитет пообещал сделать прозрачным расследование уголовного дела против сотрудников полиции. В ведомстве заверяют с обвиняемыми в превышении должностных полномочий и сексуальном насилии над несовершеннолетним работают опытные следователи. Напомню, 4 июля за помощью к медикам обратился 17-летний подросток с телесными повреждениями. Он сообщил, травмы ему нанесли полицейские. В отношении троих оперативных сотрудников из Октябрьского отдела полиции возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Сами полицейские сейчас находятся под стражей и, по данным следствия, настаивают на своей невиновности. Расследованию содействуют сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Между тем, этот сигнал о возможном насилии во время допроса не единственный камень в огород правоохранительных органов. Так кто же охраняет закон и порядок в Бурятии? Как люди с агрессивными наклонностями попадают на службу, минуя врачей, психиатров и психологов? И можно ли вообще распознать в человеке признаки жестокости до того, как закон даст ему особые полномочия? Артемий Ушаков пытался выяснить. Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Неписанная мудрость, которую каждый, кто надевает погоны, понимает по-своему. Одни становятся гордостью профессии, другие – известными отморозками. В одной песочнице. Так как же такие разные персонажи уживаются вместе? По мнению специалистов, дело в окружении. Оно меняет человека. Окружающая среда меняется. Он долгое время работает без отдыха. Ну или какие-то особые условия создаются. Или он работает в таком коллективе, который не так социально положительно окрашен. Имеется в виду нормы, традиции вот этого коллектива. Они немножко какие-то другие. И требуются другие качества личные. Человек начинает приспосабливаться вот к этой структуре, к этому коллективу. Ну как говорят с волками – жить, поволчь и быть. И делать это нужно в один голос. Получается и плохие, и хорошие должны знать о существовании друг друга. Тогда они или разойдутся по разные стороны, или станут заодно. Общество не портит. Оно просто дает себя проявить. Человек был таким еще до поступления на службу. Проявление насилия в той или иной форме, оно существует. Оно всегда было, есть и будет, если это свойственно этому человеку. Более того, большинство садистов пытаются замаскировать свои проявления. Отбор кандидатов в ряды хранителей закона сложен и строк. Но даже психологические исследования будущих сотрудников не завершенны. Для оценки личных качеств с ними работают несколько часов. А экспертизы психического состояния делаются несколько дней. Но назначают их только, когда что-то уже пошло не так, а не перед приемом на службу. Когда у него целью является получить ту или иную должность, он не будет, естественно, демонстрировать, что он агрессивный, злобный, что он испытывает удовольствие от того, что он кошек мучает. Он будет представлять в любом случае всегда социально желательное лицо. А если что-то идет не так уже на службе, это проблема работодателя. Говорят, ее успешно решают, если жалуются. В случае установления вины в отношении нарушителя, а также его непосредственных руководителей, принимаются меры дисциплинарной ответственности. В отдельных случаях, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. По статистике, людей, склонных к садизму, в мире всего 5%. И знаете, что по этому поводу говорят профессионалы? Рано или поздно с лица сползет любая маска. Главное, где это произойдет – в семье или на работе. Если в семье, то мы об этом можем никогда не узнать. А если на службе, то от таких внутренних дел могут и министры заговорить. Артемий Шаков, Виктор Горновской, ТВ, компания «Арикус». Восточный экспресс движется дальше. И смотрите во второй части выпуска. Кому грозит уголовное дело, а кто исправился? Дежурный по городу подводит итоги. 15 минут дождик шел, а уже все размыло и залило весь двор. После ремонта стало еще хуже. Почему дороги в Улан-Удэ делаются нарушениями? Вот что бывает, когда нет интерьеров. Ваше мнение. Делимся хорошим настроением. Пятничная остановка Восточного экспресса. Автобусы в Улан-Удэ пойдут по другому маршруту. До сегодняшнего дня меняется схема движения по улице Гагарина. Начинается ремонт трамвайных путей от юных коммунаров до Добролюбова. Там же будут обновлять дорожное полотно. Автобусы номер 4, 27, 56, 56С, 57 и 100 будут следовать в объезд через улицу Добролюбова, революции 1905 года, улицу Шульца и далее по утвержденным схемам. Остановки аптека и баня по улице Гагарина на период работ исключаются из пути следования маршрутов. Это продлится до 30 сентября. К ремонту дорог в Улан-Удэ впервые приступили весной. У подрядчиков есть время провести работы качественно без спешки. В этом году в столице Бурятия рекордные объемы по строительству дорог. Но уже сейчас к работам есть замечания. По некоторым из них проехалась и наша съемочная группа. Это пешеходный переход на элеваторе. Во время дождя он превращается в непроходимое препятствие. Здесь везде вода, она как река льется от самого... Мы вчера с работы вышли, мы, чтобы перейти дорогу, дошли почти до самого юбилейного. Дороги недавно наладили, то есть эти несливы, то есть ничего не было произведено. Ливневые стуки не предусмотрели и на Дальневосточной. С горы вся вода влетает во дворы. Вот посмотрите, 15 минут дождик шел, а уже все размыло и залило весь двор. Строители, грубо говоря, здесь все перебуровили. Своими силами я пытаюсь засыпать, но сейчас уже просто устал, сил нет. Либо мне лопатой полтора часа махать, либо им ковшом один раз копнуть. По проекту на Дальневосточной предусмотрен и тротуар. Правда, установят его не там, где хотят жители. Тротуар у нас получается на противоположной стороне. Там никто не ходит. Годами наши жители все и соседних домов ходят по этой стороне, потому что вся инфраструктура у нас находится на этой стороне. Просим пересмотреть проект, почему с нами не согласовали, что тротуар нужен здесь. По городу Ливневки не допросишься, а на улице Медицинской клумбы у заборов установили без спроса. А зачем он нужен-то? Вот уже, видите, лежит мусор. Вот строители сами берут и сюда уже все забрасывают. Десятый номер у нас привилегированный получается. Значит, почему им можно, асфальт у них ровненький полностью, а у нас, значит, должен быть здесь мусоросборник стоять. Заказчики работ пояснили по всем проблемным местам. На Дальневосточной учтут все замечания. С завтрашнего дня уже на данный участок дороги заходит тяжелая техника по устройству дорожной насыпи. При формировании дорожной одежды будет учитываться, получается, отвод воды. Вода должна уходить с дороги естественным уклоном и уводиться, получается, в прилегающую территорию, не к домам. По тротуару уточнили. Пока его не уложили, коррективы внести можно. Для этого необходимо обратиться в Улан-Удэстройзаказчик. Улан-Удэстройзаказчик. То же самое и по нежелательным клумбам. Противники могут позвонить по телефону 45 24 73 и высказать свое мнение. Не так быстро решится вопрос с коплением ввод на Гагарина. После нашего сюжета проведут технический совет с проектировщиками и найдут пути решения вопроса. В этом году построят и отремонтируют в два раза больше дорог на 27 участках почти 29 километров. Финансирование также рекордное – около 700 миллионов рублей. Объекты должны закончить до октября. Сергей Согулов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Арегус». Мошеннические схемы и противоправные действия. Такой, если коротко, была неделя у дежурного по городу. В какие проблемы он погружался и что удалось решить, расскажет Кристина Соснина. Начну с хорошей новости. Умная водоколонка теперь в сети. Здесь установили дополнительную антенну. Главное теперь берегите ее, а то вдруг связь опять потеряется. А вот с решением проблемы в поселке Никольске не все так просто. Водопровод здесь проводил город. В проекте допустили ошибки. Вот только почему расплачиваются люди? Кстати, система на гарантии. Дорогие чиновники, поторопитесь с ремонтом, а то потом опять придется бюджетные деньги тратить. А вот компаниям «Нейтрон» и «Инком» тратить нечего. По-первых, уже идет процедура ликвидации. По-второй, банкротство. На руководителя завели уголовное дело. Пристальное внимание прокуратуры вроде бы и есть, но результата почему-то не видно. Но расследование продолжается. А мы, в свою очередь, продолжим следить за этой темой. Нам за нашу услугу компания «Инком» и «Нейтрон» в совокупности должны порядка полутора миллиардов рублей. И на сегодняшний день это все, не просто слова. Это в картотеке арбитражных дел есть подтвержденные исполнительные листы. Поэтому мы сегодня, понимая, что потребители могут остаться без надежного, без перебойного энергоснабжения, через вашу компанию, через дежурного по городу хотим обратиться к потребителям, которых сегодня обслуживает эта компания, чтобы они пришли в МРСК Сибири и урегулировали с нами отношения. Вмешаться прокуратуре не мешало бы и в конфликт между жителями и полицией. Действия сторон уже разъяснил эксперт, руководствуясь законом о полиции. Обращение сотрудника полиции к гражданину, независимо от того, хочет он задержать его в уголовном порядке, в административном порядке или просто установить какую-то информацию, то сотрудник полиции обязан представиться, то есть назвать свою должность, звание, фамилию и предоставить цель своего визита. Если данных действий сотрудникам не совершено, то его действия можно оценивать как нарушение закона о полиции. Отмечу, на следующий день молодого человека вызвали в отдел, как положено, повесткой и вот результат. В результате в отношении подозреваемого, а также его отца, составлены административные протоколы по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сегодня, 10 июля, судом им назначены административные штрафы в размере 500 рублей. В настоящее время следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются. Оперативность сотрудников в этот раз просто поражает, но жители намерены опротестовать решение суда. Будем надеяться, что дальше все будет в рамках закона. Кстати, о благоразумии. Ремонт в 111 делать не ТГК, 14 за работу отвечает Улан-Дестрой заказчик. Оказалось, что аншлаги просто не успели подготовить, но обещали исправиться. В настоящий момент ведутся организационные работы по устройству временных подъездных путей, после чего будут установлены дополнительные для жителей информационные аншлаги. В настоящий момент общий проезд по проезжей части перекрыт, но подъездные пути для жителей сохранены. Вопросы жителей касаемо этого участка обещали решать оперативно. Если нужно грейдирование подъездных дорог или дополнительные пути к домам, звоните по этому номеру. А если они не будут отвечать, обращайтесь к нам, ведь вместе решать проблемы проще. Кристина Соснина, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Какое молоко пьют жители Улан-Удэ? Роспотребнадзор проверил несколько сотен образцов из улан-удэнских магазинов. Казалось, далеко не все производители соответствуют стандартам качества. Никита Коробенков отправился в лабораторию и увидел, как проходит тестирование и каким значением должен соответствовать правильный продукт. У нас сегодня контрольная закупка. Мы решили проверить, какое молоко продается на прилавках уландэнских магазинов. Мы взяли три разных пачки из трех разных ценовых категорий. Подороже, подешевле и что-то среднее. Проверять будем в лаборатории Роспотребнадзора. Проверять молоко на все возможные показатели процесс длительный и может занимать несколько суток. Мы попросили специалистов сделать экспресс-тест хотя бы на два показателя – кислотность и жирность. Мы сейчас будем проверять молоко на какие показатели? На кислотность. Это скоропортящиеся продукты, как насколько быстро испортится молоко. То есть чем ниже кислотность, тем лучше. Чем быстрее изменения цвета происходят, тем лучше молоко. Вот до такого розового цвета. Ну, это достаточно быстро? Это хороший показатель? Да, 1,7 достаточно. У образца номер два получается кислотность? По кислотности однозначно хороший молоко. То есть они примерно одинаковые? Хотя разница в цене у двух образцов – 11 рублей. Показатель третьего образца составил 1,46 или иными словами 15 градусов тернера. С одной стороны это хорошо, молоко долго не испортится. С другой стороны процент натуральных и портящихся компонентов там ниже. То, что указано на упаковке, должно соответствовать этому. То есть если на упаковке написано 3,2 жирности, так оно и должно быть. Добавление кислоты из-за милого спирта, оно отделяет жир. В бутерометре есть шкала деления, которая покажет, сколько жира отделилось. Это третий образец. У него был показатель 3,2 заявлен на упаковке. Да. Но соответствует процент жирности? Да, здесь соответствует. Образец номер 2 – жир, соответствует заявленному на упаковке. Это наш первый образец? Да. Здесь мы видим, что жира 2,5. В первом полугодии 2020 года отобрано и исследовано 294 пробы молочной продукции. Доля проб, несоответствующих требованиям, составляет 11%. И этот показатель в сравнении с прошлым годом увеличился. Молоко, не прошедшее испытание Роспотребнадзором, было изъято. Это около 600 килограммов разнообразных пачек. Производители еще и штраф получили. А мы возвращаемся к нашему тестированию. По двум показателям у трех образцов наблюдается паритет. Мы решили ввести дополнительное и субъективное соревнование. Мы попросили двух совершенно разных сотрудников Роспотребнадзора попробовать на вкус, какое молоко, какой образец им понравится больше. А вы что, не будете пробовать? Вам понравился образец? Под номером один. А вам? Образец под номером один. Далее, неожиданная встреча. Лесники увидели хозяина тайги. Они заметили Косолапова у дороги во время патрулирования лесов в местности Ушкан, Усть-Баргузинского лесничества. Обычно медведи убегают, а этот решил задержаться. Так он и попал в объектив камеры. Мишка! Михалыч! Ну, беги домой. По словам сотрудников лесхоза, подобные встречи не редкость. Чаще всего звери не проявляют агрессию, хотя случается всякое. Реальные истории с участием хозяев тайги вы можете прочитать на нашем сайте. А это олененок из Бичурского леса и его спаситель Алексей Гнеушев. Сотрудник лесхоза вынес животное из огня. Заметили его во время тушения пожара. Испуганный зверь метался в дыму. Матери рядом не было, но все же животное вывели на безопасный участок и отпустили. По словам специалистов, если с мамой все в порядке, она найдет своего малыша. О других хороших новостях Саюна Бухаева. Спасти животных, дать им дом можете и вы. 11 июля состоится День сострадания. В 12 часов на остановке Республиканская больница вас ждут волонтеры. Общественники готовы принять любую помощь. Игрушки для кошек и собак, корма, наполнители, пеленки, медикаменты, тарелки и лотки. Также вы можете себе найти мохнатого друга. А вот призыв школьника из Тексима услышал глава республики. Десятилетний Александр Разумов на своем YouTube-канале просит обратить внимание на дороги в поселке. 29 лет асфальтовому покрытию, а некоторым участкам 31 год. Как минимум в три раза превышен гарантийный срок эксплуатации асфальта. И на всякий случай показывает, как правильно укладывать асфальт. Отмечу, все делает, учитывая правила безопасности в спецодежде. Называет свой эксперимент асфальтовый пирог. Экспериментируют и любители игры по разбиванию хребтовой кости. Спортсмены запустили челлендж. 15 подтягиваний на перекладине. Выбрали этот способ тренировки, потому что именно это упражнение развивает эластичность и гибкость сухожилий рук. Но 15 – это не предел. Можно делать и делают больше. О своих рекордах также пишите нам, а лучше отправляйте видео. Хорошие новости есть и у наших горожан. Тем, что их порадовало на этой неделе, они по традиции поделились на остановке «Восточного экспресса». День рождения дочери. Годик. Наверное, тортик нарисую. А как вы связываете? Всей семьей. Бабушки, дедушки, родные, близкие. Подарки надо рисовать. Куголки, игрушки, сережки. Я съездила на тур «Мамай» однодневный. Одна ночь, два дня. Это между Улан-Удэ и Иркутском. Я удивилась, что на территории Бурятии есть такие красивые места. Музыкальные инструменты купили. Ну вот, укулеле. Я буду учиться играть музыкальные инструменты. Просто я много видео смотрела, мне понравилось. День рождения прошли. Огород. Ну, огурчики едим уже. Цветы, огурцы, помидоры, репа, редиска, лук, чеснок, морковка, свекла. Ну, помидоры-то еще не едим. Не поспели. Получили аттестат до девятых нас. Вот сегодня документы сдали на поступление. Сейчас 20 лет уже сюда на все лето убегаем. От городской, столичной жизни. И мы проводим здесь 2-3 месяца с удовольствием. Прямо на берегу Байкала. Я в отпуске. Ура, наконец-то. Собираюсь посетить культурную столицу Санкт-Петербург. По Невскому погулять с женой. Все. Отлично, хорошего всем настроения. И на сегодня у меня все. О развитии событий на нашем сайте оригус.тв. Хороших вам выходных. До свидания, БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова